Однообразие и тишина старого дома нарушались раз в год на святки. В первый день Рождества у бабушки всегда была елка, которую устраивали в гостиной. При этом гостиная заметно веселела. В ней протапливали печи, на мебель надевали светлые чехлы и зажигали канделябры. А на печке с самоварами. А в гостиной на пуфах. А в пещере под лестницей. По горам среди ущелий темных, где ревел осенний ураган, шла в лесу толпа бродяг. К бездомных, к водам ганга из далеких стран. Сама елка была скучноватой и слишком официальной. Поздравляли бабушку, читали стихи. Самые маленькие, картава и невнятно. Делали несколько кругов вокруг елки, пели хором, получали подарки. Самое интересное начиналось на другой день, когда взрослые разъезжались, а мы оставались у бабушки еще дня на два-три. Бабушка никогда нас не развлекала, ничего не рассказывала. Она просто предоставляла нам полную свободу и никому не позволяла вмешиваться в наши дела. Гуляние во дворе с лабиринтами сараев, санки, коньки, все, что угодно было в нашем распоряжении. Промокших никогда не ругали, их просто высушивали на печке. По вечерам со всех сторон звенели детские голоса. Бабушка, а можно лечь на печке с самоварами? Можно. А в гостиной, на пуфах, ложитесь. А у тети Лели на ковре, пожалуйста. Бабушка взяла за правило не запрещать никому и ничего. Начиналась суматоха. Выбирали, где ложиться, с кем долго бегали, с подушками и одеялами, натыкаясь и сшибая друг друга. Потом наступало временное затишье. Устраивались, осваивая новые места. Уже в ночных рубашках начинали снова меняться и устраиваться на новых местах. Шум, попреки, плач, хохот. Ни бабушка, ни груша не прекращали эту возню и не вмешивались в нее. Просто в десять часов гасили лампы, и дом погружался в темноту. В темноте ходить не разрешалось. Можно было только немножко пошептаться. А когда наступала полная тишина, и отовсюду доносилось посапывание, бабушка выходила из спальни и бесшумно в войлочных туфлях обходила всех ночевальщиков. Двери во все комнаты были распахнуты, глаза привыкли к темноте. И в розовом лампадном сумраке мы хорошо видели бабушку в голубом умозейном капоте. Она снимала с печки и вытаскивала из пещеры из-под лестницы самых маленьких спящих, переносила их в спальню. А утром они недоумевали, почему вместо печки или пещеры они проснулись в бабушкиной кровати. Зина Иванова, моя двоюродная сестра, была на четыре года старше меня. Фантазерка и выдумщица она была для всех беспрекословным авторитетом. Так что даже Володя Карцев, который был на целый год старше ее, ей подчинялся. Я всегда спала только с Зиной. Однажды она постелила нам на лестнице. Лестница была пологая, мы постоянно сползали с нее вниз, а ступеньки впивались нам в бока. Другой раз спали в столовой под столом. Поначалу там казалось очень уютно, так как перекладина разделяла пространство на две маленькие комнатки. Но из-под стола мы вылезли потные и плохо выспавшиеся, так как там оказалось очень душно. Лучше всего было спать на ковре в тетиной комнате. Там мы стелили все вместе и подолгу шептались. Володя читал нам стихи. У него был глубокий, выразительный голос. И читал он стихи здесь гораздо лучше, чем на елке. Начинал он так. Еще одно последнее сказание. И вот мы уже видели седобородого монаха в черной скуфейке, наподобие нашего прадеда Серафима. Или, слушая другое Володина стихотворение, видели, как нищий упрекает Буду в жестокости. Мы могли слушать Володю бесконечно. Под лохмотьями худое тело, от дождя и ветра посинело. Уж они не видели два дня, ни приютной кровли, ни огня, меж дерев, по мраке непогоды. Что-то там мелькнуло на пути. Это храм. Они вошли под своды, чтобы в нем убежище найти. Перед ними на высоком троне Садкин Муни, каменный гигант. У него в порфировой короне исполинский чудный бриллиант. Говорит один из нищих, братья, ночь темна, никто не видит нас. Много хлеба, серебра и платье нам дадут за дорогой алмаз. Он не нужен Будде. Светят краше у него, царя небесных сил, груды бриллиантовых светил. В ясном небе, как в лазурной чаше. Вот он, знал. И вот уж по земле воры тихо крадутся во мгле. Но когда дотронутся к святыне, Трепетной рукой они хотят Вихрь, огонь и громовой раскат, Повторенный откликом в пустыне, Далеко откинул их назад. Кончался 1911 год. Мы с нетерпением ожидали святок, Не зная, что это будут наши последние каникулы В старом бабушкином доме. В Сочельник из Казани Неожиданно приехали Леня и Валя Карцевы. Чему мы очень обрадовались, Понимая, что завтра они будут с нами на елке. Сама елка прошла кое-как. Потом наскоро поужинали, И взрослые разошлись. Остался один Леня, Который сел возле сестры И стал поглаживать ее руку. Мы расселись возле них На диване, на пуфах, Да и просто на полу. После елки Канделябры не сжигали. Свет шел Из распахнутой В столовую двери. На весь дом Разносился Запах елки. И этот смолистый Запах заглушал Все остальные Запахи старого дома. Все Замолчали. И вдруг Зиночка спросила, А вы знаете, Почему наш прадед Севастьян Петрович Ушел в монахи? Леня, К которому она Главным образом Обращала вопрос, Произнес, Он Ребят Проворонил. Пока Занимался Наживой, Славья Погибли. И не только, Ответила Зиночка. Не только. Как вы думаете, Откуда у него Капитал, С которым он приехал Из Чернавы В Самару? Нажил, Ответил Володя. Ха-ха, Много Ты видел крестьян, Которые Наживали Такой Капитал. Все Молчали. И только Леня Спросил, Ну а ты Знаешь? Знаю. Лукаво И как-то Важно Произнесла Зиночка Забралась С ногами На мягкий Пуф И начала Рассказывать. Недалеко От Чернавы Протекает Степная Речка Иргиз, По берегу Которой На много Верст Раскинулось Имение Татарского Князя Давлет Кильдеева. Князь Кильдеев Потомок Ханского Рода Был Сказочно Богат. Сам Он Из своего Имения Никуда Не выезжал, Разве Только На конские Ярмарки. А Сыновей Учил В Санкт-Петербурге. Двое Старших Были Нормальные Молодые Люди. Кое-как Учились, А ольш Кутили, С удовольствием Прожигая Отцовские Деньги. А Младший Нигматулла Фантазер И мечтатель Был Странным Мальчиком. Он Завидовал Йогам, Которые Ведут Созерцательную Жизнь. Не Хотел Учиться, Не Любил Цивилизованных Развлечений. Его Тяготила Жизнь В городе, А в столице Особенно. Братья Подсмеивались На ним. Называли Монахом, Отшельником. Зиночка Замолчала, Устраиваясь Поудобнее. Мы Напряженно Слушали. Кто-то Прошептал. А Дальше Зиночка Выдержала Паузу И Продолжила. Умирая, Князь Разделил Все Своё Имение На Три Равные Части. Старшие Сыновья Остались В Петербурге И Стали Вести Жизнь Состоятельных Людей. А Младший Обратил Свою Часть В Золото. Сыпал Его В Мешок И Отправился В Родные Места. Зиночка Опять Замолчала. Мы Нетерпеливо Вздыхали, А Леня Прошептал. Ну, А дальше? А дальше Осенью Кобыла, На которой Ехал Нигматулла, Прибрела К Табуну. Телега Была Пуста. Никакого Золота В ней Не Было. Только Коричневая Мумия. Степное Солнце И Ветер Сделали Своё Дело. А Севастьян Петрович В это Время Жил Уже В Самаре. Замолчав, Зиночка Лукаво Посматривала На нас. Чёрт Знаете, что? Возмущённо Сказал Лёня. Какая-то Смесь Майнрида С мамином Сибиряком. Поменьше Читай. И вообще, Кузина, Тебе Нужно бы Обратиться К врачу. Слишком Тебя Одолевают Разные Фантазии. А мне Кажется, Правдоподобно Произнесла Валя. По крайней Мере, Понятно, Почему Старик Ушёл В монастырь. Мы Замолчали Подавленные Страхом. Я знал, Что Коричневый Нигматулла Не даст Мне уснуть. Младшим Тоже Передался Наш Страх, И они Жались К нам И лезли На колени К старшим. Он Умолк И Чудо Совершилось. Чтобы Снять Алмаз Они Могли Из Ваянье Будды Поклонилось Головой Венчанной До земли. С вами Был Михаил Перепёлкин.